Прямо по дороге в школу можно увидеть российские флаги. Это работа участников конкурса детского рисунка на асфальте. Организаторы определили лучших, наградив их грамотами и подарками. Внутри набор для художников. Одними рисунками на асфальте воспитанники не ограничились. Внутри школа так и пестрит работами юных художников. Мусам Артазанов с гордостью проводит экскурсию. В школе искусств с полным размахом отмечают праздник. Тут и пятиметровый российский флаг, конкурсы, танцы и песни. И все на одну тему. Дети поют о любви к родине. Белый цвет обозначает чистое небо над головой. Синий цвет обозначает чистое небо совести и доброту нашего народа. А красный цвет обозначает кровь, пролитая нашими предками. История флага берет свое начало еще во времена Петра Первого. Именно он стал основателем российского знамени. А установили дату праздника в 94-м указом президента. Организатор мероприятия, посвященного Дню российского флага, общественная палата. Я хочу поздравить всех россиян, жителей Ингушетии с Днем государственного флага России. Пожелать мира, добра, процветания России и, конечно, нашей родной Ингушетии. Всех с праздником государственного флага России. Рассказывали сегодня детям о том, что наш флаг побывал в открытом космосе. Побывал на северном и южном полюсах, на вершинах мира. Пересек все океаны, моря. И сегодня нам очень приятно говорить о том, что наши альпинисты, группа ингушских альпинистов поднимает российский триколор на Мятлом, на Столовую гору, где будет растянут большой российский флаг. Эта дата символизирует прошлое, настоящее и будущее страны. Сегодня под трехцветным флагом проживает 190 народов и более 145 миллионов человек. Хава Гайзикова, Адам Далаков, Новости 24.